Девушки отдыхают Примерно так описала Dark Void компания 1С Это, как вы поняли, уже наши слова А ведь все очень хорошо начиналось Многообещающая студия Всяческая поддержка со стороны Capcom Бесконечные рассказы об удивительных вертикальных боях И невероятно динамичном геймплее Увы и ах Игра не оправдала большинства ожиданий Вместо маленькой революции Получился типичный среднячок С парой-тройкой интересных находок Главной фишкой, без сомнения, является полет Реактивный ранец за спиной Позволяет персонажу перемещаться в пространстве В любом направлении Анимация не самая продвинутая Но в целом неплохо Картину портит неудобное управление Мыши и клавиатура плохо приспособлены Для напряженных воздушных баталий И красивых маневров Этот процесс приносит не так много удовольствия, как хотелось бы Изменение настроек помогает слабо Проще всего привыкнуть Либо подключить геймпад Ни первым, ни вторым Заниматься не хочется В Dark Void нет обещанных невероятных сражений Перестрелки хоть на вертикали, хоть на горизонтали Довольно скучны и монотонны Враги умирают чуть ли не от целой обоймы При этом их интеллект находится на уровне бета-версии Первого издания Windows Mobile Роботы нелепо высовываются из-за укрытия Садятся, подпрыгивают, совершают какие-то непонятные перемещения Всячески создают видимость экшена и драйва При полном отсутствии таковых Герой в это время спокойно и методично всех уничтожает Формула проста Навел курсор на цель Поддержал нажатой кнопку мыши Секунд пять Перешел к следующему объекту В редких случаях требуется тактический стрейфик Исключение составляют только боссы Сражение с которыми хоть как-то выделяется из общей массы однообразных зачисток Ликвидировать неприятелей позволено шестью хвалами и гранатами Пять инопланетных пушек и один человеческий автомат Выборг прямо скажем не богатый Для каждого оружия предусмотрено аж целых два апгрейда Для улучшения необходимо собирать очки техники Они вываливаются из врагов и просто раскиданы по уровню Самые крутые красные сферы могут находиться в труднодоступных местах Создавая иллюзию секретных тайничков и спрятанных сокровищ Выискивать эти сферы также неинтересно, как и наблюдать за развитием сюжета Пермудские треугольники, параллельные миры, злобные инопланетяне, Никола Тесла Приключения бравого пилота Уильяма не увлекают и не вызываются переживания Дело даже не в штампах и наигранности, а в скучных, малоинформативных диалогах Создается впечатление, будто сценарий писался на коленке в метро по пути на работу Особенно показательно в этом плане третья глава первого эпизода Минут пять бежишь за странно виляющей бедрами подругой В конце концов наталкиваешься на местное племя Вождь любезно сообщает, мол, не пошли бы вы отсюда Приходится послушно удалиться Но по дороге встречается папуаз, который отводит к Тесле Начинается следующая часть Полезной информации минимум юмора ноль Зачем все это было, непонятно В Dark Void, конечно, можно играть Чередование вертикальных и горизонтальных сражений, воздушных боев Действительно интересная находка Но ничего другого в этом проекте нет По уровню исполнения игра напоминает стандартную кинолицензию С той лишь разницей, что фильма нет А теперь рецепт огненного ранца от меня Садитесь, оголяете свою задницу и пукаете на зажигалку Эффект тот же самый, как и в Dark Void Продолжение следует...